Добрый день, меня зовут Томми Ройтман, я президент клуба молодых бизнесменов, у нас в гостях Алексей Кишалу, Леша, привет. Леша, смотри, прежде чем мы начнем нашу беседу, давай определимся, ты предприниматель либо топ-менеджер? Я профессиональный топ-менеджер, вот в этом ключевое отличие от просто топ-менеджера. Скажи, пожалуйста, вот чтобы стать профессиональным топ-менеджером, какими навыками ты должен обладать и долго ли ты к этому шел? Чтобы стать профессиональным топ-менеджером нужно постоянно осваивать профессию, то есть когда ты освоишь базовые навыки управления компанией, управления людьми, то тебя можно назвать профессиональным топ-менеджером. Ну, как такового комитета, который бы тебе присвоил некий значок, что вот все, ты все это изучил, теперь ты профессиональный топ-менеджер. То есть такого, конечно, нет. Это вопрос в том, как ты себя ощущаешь. То есть как только ты себя, собственно, начинаешь называть кем-то, то ты начинаешь стремиться соответствовать некоему образу. То есть если ты называешь себя бизнесменом, то ты должен вести себя как бизнесмен, правильно? Ты же не можешь себя вести без энергии, не предпринимать новых бизнес-проектов, не можешь проводить, не извлекать прибыль из чего-то. Также и профессиональный топ-менеджер, то есть он должен себя вести определенным образом, понимаешь? То есть он должен работать над ошибками, постоянно совершенствовать систему управления, постоянно работать над улучшениями результатов, постоянно работать над стабилизацией, скажем так, управленческой системы, ну и многое другое. Тут в двух словах этого всего не рассказать. Ну да, я согласен с тобой. Скажи, вот меня интересует такой вопрос, как ты считаешь в нашей стране легко ли быть топ-менеджером? И оценивать ли по достоинству роль топ-менеджера в компании? Смотри, я бы сразу поменял бы немного формулировку с топ-менеджера как просто на руководителя, потому что когда ты профессиональный руководитель, то ты профессиональный руководитель, наверное, на любом уровне, как от мала до велика. Есть вопрос только в объеме и в специфике тех или иных навыков, которые у тебя есть. То есть если ты управляешь большой компанией, то ты ее управляешь по сути говоря точно так же, как ты управляешь небольшим подразделением. Есть вопрос только в том, что ты делаешь это немножко иначе, но по сути так же. То есть ты, когда ты управляешь небольшим подразделением, ты много делаешь своими руками. То есть как только ты начинаешь расти выше, собственно, когда у тебя начинают появляться больше подчиненных, ты начинаешь, собственно, производить результат, но руками других людей. Это значительно сложнее и требует другого подхода. Но по сути говоря, принципы, которыми ты руководствуешься в самом начале, они адекватны и когда ты идешь выше. Если оценивать уровень молдавского вообще руководящего состава в принципе, то я бы его не назвал очень высоким. По крайней мере, из огромного количества компаний, с которыми мы взаимодействуем и руководителей, с которыми я так или иначе встречался, а реально компетентных людей, которые осмысленно, осознанно понимают суть своих действий, которые они предпринимают внутри своей компании, их очень немного. То есть я не говорю, что их нет, они есть, но их немного. То есть пропорция, наверное, 20 на 80. Закон Паретто. Вот где-то так. Скажи, пожалуйста, а вот опыт руководителя у тебя уже сколько? Сколько лет ты уже руководитель? Десять. Десять лет. То есть у тебя десять лет опыта. Да. А руководишь на данный момент ты компаниями сколько их? Значит, я являюсь как бы исполнительным и генеральным директором фитнеса компании Energy Fitness и Wellness Spa Thermal. И я вхожу в совет правления, скажем так, по ресторанному комплексу. Это веранда, ой, веранда, уже бывшая веранда. Это форшмак, джек, арт-караоке и это проект Фрешбокс. Скажи, пожалуйста, вот насколько легко быть управляющим в разных направлениях. То есть здесь получается фитнес и получается… Я же говорю, то есть я реально управляю направлением фитнес, то есть я являюсь, собственно, непосредственным генеральным директором всей компании. То есть ты живешь? То есть ты живешь? Да. Абсолютно верно. То есть в части же управления как бы нашими проектами по общепиту, то я выполняю некую функцию, ну, скажем так, стратегического управления, можно назвать так. И консультант в области маркетинга и определенных управленческих аспектов. То есть я выполняю там больше консультационный функцию. Насколько, допустим, тебе будет сложно, если вдруг внезапно, ну, ты увольняешься и тебе предлагают роль топ-менеджера, допустим, в компании, которая занимается производством автомобилей, сколько легко и либо сложно тебе будет внедриться и, используя свой опыт десятилетний, ну, сразу же начать успешную деятельность? Смотри, тут все будет зависеть от того, какая команда там есть на этом бизнесе по управлению автомобилем. То есть, получается, без разницы, чем управлять? Без разницы, чем управлять, вопрос в том, кто с тобой управляет. То есть ты же как бы не один, как не семи педей во лбу, понимаешь? То есть в любом случае результат, который производит компания, это результат группы людей, это результат команды. То есть если как бы сегодня меня, например, выдернуть из этой компании, то она будет достаточно стабильно работать достаточно долгое время. Я не говорю, что она будет там лучше работать или там также работать, она будет работать стабильно. Чуть лучше, чуть хуже, но точно как бы ничего не обрушится. В этом я абсолютно уверен. Более того, миссией вообще руководителя, то есть основной задачей и является как раз создание системы, которая результативна, эффективна и которая не зависит от конкретных личностей в рамках этой системы. То есть это некая высшая цель руководителя. Вот если он работает над этой целью, то это профессиональный руководитель. Если же он работает для того, чтобы замкнуть процессы на себя и стать неким незаменимым винтиком в этой системе, то это как бы не очень профессиональный руководитель. Скажи, а вот на сколько времени ты можешь оставить свою команду и уехать, допустим, на Гавайи? Ну месяц вообще спокойно. Вообще спокойно. Это вообще спокойно. А классическая точка? Я не пробовал, больше месяца я не уезжал. Поэтому как бы протестирую, скажу. Получается? Я уверен сегодня, что в принципе системы, которые работают и люди, которые сегодня работают у нас в компании, они позволят работать год, наверное, однозначно. Как ты считаешь, в какой момент руководитель становится профессионалом? То есть по какому моменту ты можешь понять, когда ты можешь оставить свою команду на месяц, и все будет хорошо, и ты вернешься, и даже будет и лучше? Либо вот в какой момент ты можешь считать себя непрофессионалом и какой-нибудь, допустим, руководитель в твоем понимании непрофессионалом? То есть какие ключевые ошибки совершают руководители? Кто такой профессионал? Мне нравится определение. Я его, по-моему, я его вычитал у Фридмана, он его тоже у кого-то взял. Собственно, профессионал это человек, который знает типичные ошибки в определенной области и знает, как их избегать. От того можно... Решать, а избегать? Избегать. То есть не попадать в эти ошибки, не допускать этих ошибок, понимаешь? То есть он знает, какие ошибки есть в том или ином процессе, и он их избегает. То есть он не попадает в эти ошибки. Понимаешь? По сути говоря, в процессе управления в этом и выражается. То есть ты можешь предвидеть, как будет развиваться тот или иной сценарий. И ты делаешь все для того, чтобы он развивался как бы в том формате, в котором тебе нужно. То есть это некая такая проактивная деятельность на достижение нужного результата. Понятно, есть там некие базовые вещи, которые там должны быть. И все зависит еще от так называемого жизненного цикла компании. Потому что сказать, что когда это стартап, нужен один тип руководителя. Когда это бизнес многомиллионный, в котором работают сотни человек, то совсем другой тип руководителя нужен. если мы говорим о топ-менеджменте. Понимаешь? То есть это разные стили управления. Она управляется по-разному. Нужна другая энергия. Когда можно назвать человека профессионалом? Ну тогда, когда он знает, с какими ошибками он будет сталкиваться в зависимости от бизнеса, который он направляет. Ну или по крайней мере большинство этих ошибок. И умеет их избегать. Скажи, это вам подчинение сколько людей? Ну примерно взять все проекты. Ну смотри, в фитнесе, в направлении фитнес у нас порядка 200 человек, наверное, работать. Ну и в ресторанах столько же. То есть получается где-то 400 человек? Ну в прямом, так или иначе, 200 и косвенно еще 200. А в прямом подчинении сколько человек? А сколько человек может осилить один руководитель, топ-менеджер, чтобы распределить задачи на такую достаточно большую? Ну я работаю где-то с 10 людьми. 10 человек, которые там в прямом подчинении и уже так распределить. Да, у нас есть там такое понятие как исполнительный совет, то есть это куда входят там руководители высшего звена, которые по сути и выполняют как бы управление там различными подразделениями, филиалами и так далее. Вот я в основном работаю с ним. Насколько сложно вести коммуникацию? Бывают же большие планенки. Ну когда допустим принимают участие больше 10 человек во время какого-то, ну я не знаю, открытия нового ресторана, либо открытия нового зала фитнес-клуба. В момент, когда ты начинаешь мотивировать играть, тебе проще работать на большую аудиторию, мотивировать и общаться. Либо допустим тет-а-тет намного проще, как бы сказал, определил и вперед. То есть как проще работать, когда у тебя много человек постоянно суета, и ты общаешься с этим, конкретно, человек дал задание, человек пошел, выполнил, и ты курс следил? Ну смотри, конечно, весь вопрос нельзя так сравнивать. Как бы в одни ситуации требуют общения тет-а-тет, в другие ситуации требуют общения на планерках. Как бы вопрос в целесообразности тех людей. Проще, конечно, тет-а-тет. Ты поставил человеку задачу, ты поставил ему срок, ты ждешь выполнения, ты имеешь что с него спросить. Но когда идет групповое совещание, на котором ставятся задачи, то по сути происходит то же самое. То есть ставятся индивидуальные задачи. Они же не делаются так, что собрались пять человек, «Эй! Пошли!» Потом всех собрали и всем «Эй-эй!» Не дошли! Да, то есть не так. То есть в любом случае есть некий фронт задач, правильно? Который ты распределяешь среди группы людей индивидуально. Определяешь индивидуальные сроки вместе с этой группой людей, потом просто спрашиваешь их. То есть по сути процесс он точно такой же. Если говорить о там групповых мотивационных речах, то я в них вообще не очень верю. Как бы я их, ну, периодически есть публичные выступления. У нас есть там годовые собрания компании, где мы все собираемся. Мы обсуждаем какие-то… Лучший сотрудник года. Лучший сотрудник года, мы говорим какие-то вещи, то есть в которых тот или иной человек отличился. Но сказать, что мы делаем это для того, чтобы… Вот мы делаем, чтобы тебя мотивировать. Да, он и так мотивирован. Он добился результата. Да, он добился результата. Он как бы своим результатом доказывает свою мотивацию. То есть ты, по сути, даешь ему признание, его заслуг, а это его мотивирует. Вот ты делаешь не для того, чтобы мотивировать. Для того, чтобы признание, благодарность. Благодарами надо быть. Тебе легко увольнять? Увольнять никогда не легко. Ну, Трамп, у него даже была программа, где он… Ну, это надо быть… Смотри, как бы вопрос в… Хорошо, давай так. Ты увольняешь, либо есть человек, профессионал, который этим занимается. То есть… Не, у нас нет отдельного человека, который занимается. Не, я имею в виду… Понятное дело, что сотрудники, там, ну, определенного звена, ну, ты не вмешиваешься. А когда это на более высоком уровне? Ну, те люди, которые входят в мое непосредственное подчинение, конечно, я их принимаю решение… У тебя легко это делать? Достаточно сложно? Либо как ты входишь в это? Смотри, я это делаю без особых сложностей, но без удовольствия. То есть я это делаю достаточно легко, но без удовольствия точно. Потому что, ну, это же, понимаешь, человек… Есть история отношений. Есть вклад в компанию, которую человек принес. То есть он хорош, он велик или мал, и у нас вклад есть. Есть, скажем так, заслуги, за которые ты когда-то этого человека награждал, если это было, да. То есть по-любому есть определенные положительные черты, которые нельзя просто так списать. Есть почему-то, то есть доступила причина, почему ты должен этого человека уволить. И она перевешивает все это. Но стереть это нельзя. Поэтому эмоционально это всегда определенные переживания. Но не сказать, что это сложно. То есть с опытом приходит определенное спокойствие в этом отношении. Удовольствие не приносит, ну ты делаешь это без особых. А это примерно статистика на 10 лет опыта, сколько примерно человек ты уволил? Нет, статистика. Ну, примерно. Да я не считал. Много было? Или это пару человек было сегодня? Нет, ну это было пару десятков точно как бы. Ну, я тоже не помню сколько. Сколько размышленных судеб. Нет, наоборот. Знаешь, а ведь когда человека как бы увольняют, то значит есть за что. Ну, это мое кредо, когда я не уволю человека просто так, потому что ты мне не нравишься. Не симпатичен. Ну, такой вариант тоже не исключен, если сильно не симпатичен. Но я скажу об этом честно. Я скажу, слушай, ну не обессудь, ну не нравишься ты мне. Знаешь, как тот анекдон, когда приходит еврей в синагогу, уволится и говорит, боже, ну за что, за что все эти наказания, все эти напасти. Я же и благотворительностью занимаюсь, и там бедным помогаю, и там храм построил, и то. За что ж ты меня продолжаешь? Тут раздвигаться, не писав, уходит Бог. Ну не нравишься ты мне. Нет, смотри, как бы вопрос в том, что есть, конечно, определенные личностные, да, там притирка руководителей, которые подчинены. Как правило, если человек профессионал, если он хорошо выполняет свою работу, если он не мудак, то есть он, собственно, не выпячивает какие-то свои вещи на показ, он не вступает в ненужную позиционную борьбу, ну не тянет одеяло на себя и так далее, нормально, хороший, вменяемый человек, профессионал своего дела. Да, сын иногда допускает ошибки, то, как правило, с ним срабатывается. Но есть вот, знаешь, такая порода людей, которые вот они энергетически не могут сойтись друг с другом, вот такое тоже бывает. Как правило, это бывает тогда, когда начинается борьба за власть, такая подковерная, знаешь, то есть я делаю вид, что я тебя слушаюсь, а ты делаешь вид, что ты в это веришь, знаешь, и вот начинается вот такая вот тусовка. Тогда и начинается разлад, то есть ты, грубо говоря, предъявить особо ничего не можешь, но внутренне ощущаешь, что что-то тут идет не так. Но с опытом приходит осознание, что же именно это идет не так. То есть ты начинаешь уметь давать этому объяснение, то есть что именно происходит. Поэтому назвать это то, что просто человек не нравится, нельзя. То есть он не нравится почему-то. То есть есть какая-то причина, которая заставляет тебя чувствовать эти ощущения, что что-то где-то идет не так. То есть, знаешь, из моментов складывается картинка впоследствии. Поэтому, если ты умеешь уже как профессиональный руководитель, опытный это все наблюдать, делать выводы и ему заключения правильные, то ты, когда разговариваешь с человеком, ты говоришь, правильно ли я понимаю, что ты там тра-та-та-та-та-та-та. И в конечном итоге… Понятно. Скажи, пожалуйста, а вот как ты считаешь, что есть мнение у многих людей, что вот быть предпринимателем, бизнесменом – это так круто, ты независим, ты можешь заработать много денег. А некоторые считают, что ты знаешь, как быть топ-менеджером будет неплохо, у тебя меньше обязанных обязательств и зарабатываешь неплохо. Вот ты к какой категории людей относишься, которые считают, что все-таки лучше быть топ-менеджером, либо ты все-таки… у тебя есть направление, дух предпринимателя? Ты мне напомнил историю из фильма Квентина Тарантино, из comedy, когда они там пародируют ситуацию из боевика Тарантино. Лиса, что круче, мёд или варенье? Мёд или варенье? Мёд или варенье? Варенье? Какое нахрен варенье? Это же мёд. И это нельзя сравнивать, понимаешь, это две разные области деятельности. У кого-то есть способность… Это то же самое, что ты спросишь, в чем круче быть, медиком или бизнесменом? Кем круче быть? Врачом или бизнесменом? Ну, если ты стоматолог, ты можешь очень хорошо зарабатывать. Хорошо, но ты же в первую очередь врач, а потом бизнесмен. Ну да. А если ты, допустим, не частный бизнесмен, работаешь в крупной клинике, например? Делаешь не в вопросе… Ты хочешь сказать, что круче, много зарабатывать, будучи бизнесменом или много зарабатывать, будучи топ-менеджером? Или кем круче работать? А если вот так взять, ну, если мы берем конкретно Молдову, понятное дело, что в Америке другая ситуация. Но вот конкретно в Молдове, ну, каждый думает, классно быть независимым, я буду бизнесменом, у меня вообще будет другая ситуация, я смогу делать все, что я хочу, у меня будет больше денег, и зачем мне работать в какой-то компании в Молдавской, если это какие-то ограничения, не такие зарплаты и так далее. И начинается много накладываться. Вот ты, как считаешь, в нашей стране, будучи топ-менеджером, ну, проще как вот все-таки быть топ-менеджером и работать на человека, который, я не знаю, но создал условия, которые ты можешь, не кажется, зарабатывать, будешь здесь. Вот твоя точка зрения. Вот что вот в нашей стране проще? Давай разберемся как бы с вопросом, который ты задаешь. Кем спокойнее работать, бизнесменом или руководителем? Да. Конечно, руководителем. Понимаешь, почему? Потому что ты профессионал. А, кто независимый, бизнесмен или руководитель? Конечно, руководитель. Потому что руководитель всегда найдет себе работу. Если он профессионал, я подчеркну. Потому что их по пальцам посчитать. И более того, я тебе хочу сказать, спроси любого бизнесмена, какая у него главная задача. Ну, может быть, не любого, но большинство, они тебе скажут, найти грамотного руководителя. Это их главная задача будет, понимаешь? Потому что они не хотят сами работать, они хотят чем-то другим заниматься. А кто-то, чтобы управлял этим компетентно. И они готовы выплачивать солидные вознаграждения как бы тем людям, которые это будут делать компетентно. Поэтому, а какие заботы у бизнесмена? Чтобы бизнес был припрыг, чтобы бизнес как бы развивался, чтобы бизнес рос, чтобы руководитель работал и не захотел никуда уходить. Знаешь, забот гораздо больше. А если поменяется рыночная обстановка и бизнес умрет, то руководитель найдет себе другую работу, а бизнесмен? Вот закрыли казино, например, наши эти вот игровые автоматы, позакрывали. Как ты думаешь, сколько бизнесменов осталось вообще у дороги? Вот у него было два залечка. Бизнесмен независимый. Закрыли. И с чем он остался? Вот. С чем? Понимаешь? С грудой металла, которой сейчас надо думать, куда продавать. Кто независимый? Бизнесмен или руководитель? Если говорить с точки зрения привязанности к работе, то руководитель. Понимаешь? Потому что он работает в определенном понятном режиме, на определенных понятных условиях. А бизнесмен в условиях большего риска работает. Я бы так сказал. Если говорить по уровню заработка, наверное, бизнесмен в Молдове хороший бизнесмен больше заработает, чем хороший руководитель. Но вопрос в уровне. Допустим, компетентный руководитель высокого уровня заработает точно больше, чем большинство бизнесменов в Молдове. Большинство? Не всех. Но большинство точно. поэтому тут такое конечно если ты профессионал ты найдешь себе работу по любому то есть за тебя драться будут вопрос только в том насколько тебе как бы интересны условия одной или другой компании вот и все но то что ты найдешь работу по любому это однозначно интересно если допустим тебе как руководить предложили интересное предложение компания насколько это беда многих предпринимателей что хороший руководитель его нужно удерживать я не знаю деньгами иногда даже сложно вот как ты считаешь предпринимать это уже на рекомендации предприниматель каким образом может удержать хорошего руководителя которого наверняка многие другие компании с удовольствием бы приняли так называемых хантинг вот как мой твой случай как тебя удерживает я даже не знаю как тебя мотивирует меня никто не мотивирует по-другому рекомендации вот как ты считаешь предприниматели на что должны уделять внимание ведь не деньги самый главный стимул мотив человека оставаться на этой работе на какой-то работе смотри деньги это условие обязательное но недостаточное есть такое понятие в математике то есть то что должно быть соответствующее финансовое вознаграждение это бэй дефолт то есть это даже не обсуждается какой соответствующая зависит от объемов объемов работы ответственности задач ценности которые приносит руководитель знаешь если ты руководишь ларьком на базаре это одно если ты руководишь там многомиллионной компании это другое 1 процент от продаж ларька и один процент от продаж многомиллионной компании это разные суммы понимаешь процентном отношении если говорить поэтому с точки зрения вознаграждения денежного это повторюсь обязательно но недостаточно какую сумму такую которая как бы соответствует которая будет интересно человеку вот этой квалификации потому что вот ты пойдешь допустим доктора наук на консультацию у него стоит например 50 евро консультации ты можешь пойти к такому же врачу но там только выпускнику медучилище у него стоит 50 лей консультации твой выбор как бы кто тебе нужен то есть какой объем знаний тебе нужен для решения одной или иной задачи то есть если у тебя воспалилась горло просто то тебе студент скажет что надо делать понимаешь а если у тебя там системная проблема или ты хочешь там никогда не болеть то тебе однозначно нужен доктор наук понимаешь а может быть и другого масштаба то есть все зависит все в каком-то контексте надо рассматривать а второе но если мы говорим о бы такую универсальной формулы нет что важно допустим для меня важно свобода творчества то есть они вмешивались ну в медведи совсем не вмешиваться тоже нельзя то есть определенные рамки в рамках которых действует любой руководитель то есть но эти рамки должны быть а сформулированы б понятно и приняты как бы руководителем цену него должна быть определенная свобода в рамках принятия решений в оговоренных границах вот в этих границах туда никто не должен лезть вот границы очертил и сказал все вот цели вот границы вот здесь сделай так как ты нужен потому что нафиг тебе нужен руководитель если ты приходишь и объясняешь ему как он должен управлять если он тебя не спрашивает и мы с ним говорим о профессионалах если ты растишь руководителя это другая история то есть ты априори знаешь что этот человек не обладает должными квалификациями на этот момент времени а ты может быть обладаешь и ты его потихоньку как гид ведешь по виткам развития до профессии тут подсказываешь подсказываешь видишь сам справляется окей дальше не вмешивайся и таким вот образом ты его выводишь то есть то же самое когда-то произошло и со мной в каком-то смысле то есть меня точно так же вот мой скажем так учитель как михаил титов то есть он меня точно также вел по очень многим вопросам то есть свое время которые меня под раскрывали просто глаза на многие процессы ну и конечно это все должно сопровождаться собственным изучением потому что недостаточно чтобы тебя был учитель и ты живешь ему тебе сейчас все расскажет как ты скажет в нашей стране это рынок который еще я недавно только давал интервью по теме вот фитнес-бизнеса в молдове то есть даже буквально а рынок фитнеса в молдове на сегодняшний день уже перенасыщен однозначно потому что количество фитнес-клубов на душу населения сегодня избыточно и тенденции поэтому объясню почему не потому что количество фитнес-клубов на миллионный город например избыточно тут все зависит от того сколько людей фитнесом занимаются допустим европе это там где от 10 до 15 процентов людей занимаются фитнесом в кишиневе это три процента в если мы рассматриваем собственно потенциальный пул клиентов то на этот пул клиентов столько как бы игроков фитнеса что их просто как бы рынок уже да и становится их будет становиться больше я говорил допустим нас там растут ну там дома как как грибы растут после дождя и все как бы но не все они буду говорить что всем но многие считают что они обязаны открыть фитнес-клуб что это якобы увеличит привлекательность как бы этого объема до того район микрорайон и в соответствии как бы с этим выделяют какие-то площади а вот здесь будет фитнес-клуб эти площади не точно не приспособлены они вообще как бы их не мне не туда не в красную армию за же из такого выражения вот как бы вот они вот именно из этой оперы и в этих условиях они там создают фитнес-клубы которые впоследствии являются убыточными ну может быть убыточными не в операционном плане с точки зрения там день там приход расхода какие-то деньги остаются но деньги то ты свои не вернешь ты вложил туда ну миллион полтора их никогда не вернешь ты сделал вот это никогда не вернет и это к сожалению как бы не очень понимают люди которые сегодня инвестируют вот в эти проекты это печально потому что ну для людей которые этим занимаются профессионально фитнесом на который понимает как с этим работать как людей вовлекать как с них тренировать это в чем выражается на них то то что временно какие-то клиенты уходят вот в эти скажем так кустарно созданные клубы но потом как бы вся эта ситуация поменяется однозначно потому что ну слушай ни один проект как бы долго существовать как бы без там определенной прибыли не будет рано или поздно его ли закроют или продадут или сделать что-то на него на его месте но культура меняется люди стали чаще но больше культу смотри тенденции конечно такие все больше и больше людей начинают тренироваться в ну заниматься фитнесом и будут больше заниматься фитнесом однозначно потому что мы же идем в ногу с миром так или иначе то есть эти тенденции у нас будет расти и в принципе как бы рынок будет становиться больше это сто процентов культура фитнеса за все это время поменялось однозначно то есть люди перестали это воспринимать как некий атрибут модный знаешь что это ты достал карту в фитнес-клуб и ты ну там круто перец молодец то есть сегодня уже это для многих людей это образ жизни то есть они приходят ты ничего не должен ты бизнес но это твой свой выбор как бы ты хочешь ходишь не хочешь не ходишь определенный образ человека успешно для того кто ходил если он успешен успешно это же тоже понятие такое то есть ты должен быть финансово независим должен быть здоров для того чтобы уметь иметь возможность пользоваться своими финансами ты должен давать пример своим детям чтобы они там росли здоровыми то есть в рамках этих условий успешные люди как правило выбирают заниматься но не мог займется фитнес могут бегать по утрам могут там марафоны бегать может еще плавать за переплывать там проливы всякие перепрони бог называется пролив тартанелл не босфор по-моему переплывать но что-то переплывать поэтому однозначно сегодня современный человек должен заниматься здоровьем здоровым образом жизни потому что сегодня в условиях когда есть информация каким образом можно себя чувствовать хорошо быть энергичным и как про как следствие быть успешнее не пользоваться этим это означает что только ты решаешь сегодня что ты не будешь успешным потому что ты не здоров ты не энергичен оставишь перед собой и какие цели не ставишь некий цель то что выбор а если ты хочешь все это доберется значит как бы есть формула по которой как бы но люди к этому идут в завершении ты можешь как бы посыл тем людям которые нас смотрят и внимательно слушаю тебя вот как ты считаешь знаешь и не знаю фишки либо принцип успешного руководителя что должно быть вот какой-то уступить арсенал персонального топ-менеджера значит критерий там раз два три четыре перечислили как ты считаешь если можно вот как ты считаешь как это можно улучшить но допустим механизме не знаю чтение каких-то конкретных книг видео просмотры может быть тренировки может быть я не знаю вот какая-то методика может быть то есть посыл такой принцип и какая методика посыл номер один профессиональный руководитель должен постоянно изучать профессию это как бы закон это задача номер один то есть если вы хотите стать профессионалами то есть в области управления ваша задача осваивать эту профессию со всех точек зрения есть авторы как бы я могу их перечислить их можно тело парочку но я по управлению я как бы рекомендую изучить фридмана одизоса и рона хаббарда вот как бы три автора которые собственно дадут вам полноценное понимание каким образом можно строить эффективную и результативную организацию то есть это вот то чем нужно заниматься это однозначно нужно изучать профессию как она строится как управляется как этот вообще механизм работает какие законы в нем происходят как это настраивать как выстраивать как структурировать как выстраивать кипя и все остальное вот эти как бы автор вам дадут понимать это вот задача номер один но это по сути говоря рекомендация для тех кто никогда эту профессию не осваивал понимаешь потому что у нас нигде не учат профессию курить нет такой школы есть курсы какие-то уже там тренинги в последнее время появились но с точки зрения качественной подготовки специалистов у меня там не учат есть там западные школы но мы ограничены выборе а в молдове ничего этого нет приходится идти самоучкой какая будет вторая рекомендация да никакой не будет на самом деле после изучения как бы все будет понятно рекомендации появятся сами по себе когда ты начнешь а изучайте и второе внедряйте второй принцип как бы делайте то чему учат вот если ты начинаешь делать неважно получается не получается косо криво что происходит набивается рука для того чтобы сделать что-то правильно нужно много раз что-то сделать неправильно или просто много раз что-то сделать сделать раз второй раз третий раз четвертый раз пятый раз шестой раз седьмой раз изучать ошибки анализировать а вот я сделал так не получилось что не получилось то не получилось а я поменяю конфигурацию опять делаешь опять не получилось что же не получилось то не получилось это не получилось опять не вот все это в контексте цели который ты хочешь добиться, сделал, проанализировал, сделал, проанализировал, понял, проанализировал. Ты, собственно, набиваешь руку, так и становишься компетентом. Есть анекдот в эту тему. Приходит налоговый инспектор в ночной клуб и говорит по 50 грамм виски, от этого наливает, достает мензурку, измеряет, говорит, что сорок грамм штраф выписал, все такое, ну в общем-то несоответствие. Приходит, второй день, второй же день. Говорит, 50 грамм. Этот раз ему сорок грамм, налил – это пять грамм, Сорок грамм штраф. Третий раз приходит. Вот, в общем, история повторяется. На 5 раз этот инспектор не выдерживает. Говорит, слушай, ну ты либо дебил, говорит, либо я не понимаю. Ну ты же меня же уже в лицо узнаешь. Ну я же 5-й день к тебе прихожу. Ну что, ты мне не можешь 50 грамм налить? Говорит, слушай, да мне тебе проще штраф заплатить, чем руку сбить, говорит, знаешь. Так и здесь, то есть, когда рука набита, ну все уже начинает получаться. Все приходит с опыта. Друзья, занимайтесь спортом, совершенствуйтесь, будьте лучшими. А у нас в гостях был Алексей Кишалру, Леш, большое спасибо, было очень круто и позитивненько. Спасибо.